Так, я надеюсь, кто пришел, у вас есть какие-то запросики, потому что если у вас их нет, обязательно их формируйте, чтобы было что обсудить. Как формируется запрос? Он должен состоять из какой-то сложно выполнимой ситуации или ситуации, которая, возможно, пока непонятна, или какая-то ситуация, которая в целом вас волнует, и ответ на этот запрос не должен быть в ключе «да» или «нет». То есть это должно быть что-то из серии «как мне лучше поступить тут-то и тут-то», «в какую сторону мне лучше двигаться», «на что мне стоит обратить внимание здесь или здесь» и так далее. Я, как всегда, мисс спонтанность. Никто никогда ни о чем не предупреждает в этом чате. Я, да, молодец. В том отличие метафорических карт от карт Таро, в Таро есть определенные трактовки и значения, которые несут каждая карта, и как бы мы уже подстраиваем свой запрос под карты. В метафорических картах мы смотрим на карту и ассоциируем себя с ней. То есть мы в карте ищем подсознательный ответ на наш запрос или часть вопроса, в зависимости от расклада. Тогда как в Таро мы скорее обращаемся конкретно к картам, и они нам что-то рассказывают. Софа, дорогой друг, у тебя будет какой-то вопрос-запрос? Я вот думаю. Ну давай думай. Давай подумаем. Ну, по профессии это слишком абстрактно. Нет, правильно. Да, типа из серии ты сменила место жительства, и, допустим, тебе сейчас приоритетно что понять? В какую сторону двигаться в развитии? Или ты определённо точно знаешь, что, допустим, у тебя есть вектор развития профессиональный, например, но нужны какие-то нюансы, да? То есть условно, типа из музыки и театра что лучше там выбрать, да? Или на что стоит обратить внимание профессиональной деятельности или типа того? Да, вот скорее второе. Ну что, сейчас мне надо посмотреть, в какую сторону мне сунутся. Будет расклад на тему формирования пути по аркану колесницы. Аркан колесницы – это когда мы последовательно движемся к своей цели, упорно, когда нам всё понятно. Так, конечно, не бывает, но мы всегда к этому стремимся. Вот. И это тоже в то же время какие-то кармические задачи, которые нас двигают. То есть это всякие, значит, стечения обстоятельств жизни, которые ведут нас именно этим путём, а не каким-то другим. Ну, вообще ещё как рутинная работа или вроде того. Вот так выглядит аркан колесницы. Вокруг этого аркана тогда будет строиться весь расклад. Я буду показывать карты по мере их поступления. Так. То есть условно... Ну, у нас же как основная карта второго – это аркан дурак. Потому что аркан дурак символически включает в себя все остальные арканы, потому что он совершенно свободен и пуст, чист, готов, открыт для всего нового. У него нет сомнений, нет страхов и так далее. И считается, что аркан дурак – он как самый, ну, такой, наверное, основной аркан. Вот. И в отношении колесницы – это когда дурак сделал выбор, и он понимает ценность, обязательства, которые сейчас перед ним стоят. То есть вот какой-то некая стоп-проблема заканчивается, и начинается движение к чему-то. Вот. И колесница как бы проверяет дурака, может ли он добраться из одной точки в другую, несмотря на какие-то препятствия, неожиданности, там, не знаю, случаи и так далее. Но у карты есть как и светлая сторона – это когда мы направлены, решительно куда-то двигаемся, сосредоточены, там и так далее. Так и тёмная сторона, как всегда, у любой медали две стороны. Это какое-то блуждание в темноте, как будто мы не понимаем, куда мы движемся, бесцельность, медлительность и так далее. Вот. То есть этот расклад будет направлен на понимание своей цели, но когда вы понимаете цель, но не понимаешь, как её достичь. Вот. И наметить путь движения из места, из точки А в точку Б. Вот. Итак. Скажи мне, Софочка, ты хочешь на МАК-картах, на ассоциативных, которые у тебя будут вызывать, ассоциации твои личные с относительной ситуацией, или трактовочные, будем брать второе. Давай трактовочные. Так интереснее. Ну, не знаю. Ну, ладно, давай. Так. Так, сейчас закрываю все окна, которые мне мешают очень сильно. Окей, первая карта у нас будет означать возничество нашей колесницы. Это, ну, условно, та точка, где мы сейчас находимся, какое сейчас состояние вот этого твоего путешествия, которое ты начала. И твой возничий – это королева кубков. Карта эмоциональная, потому что это кубки. Основная движущая сила этой карты – это наши эмоции, наш внутренний мир, подсознание и так далее. В то же время это успех в каких-то наших задуманных делах, то есть, когда мы прибегаем к интуиции, то есть, мы полагаемся на неё. И в твоей жизни, возможно, сейчас есть какое-то ощущение, такого предчувствия, как будто у тебя, ну, сильнее стала, возможно, работать твоя интуиция. И ты полагаешься, как бы, больше на воображение, чем на свой разум. И, возможно, отлетание в мысли, в мечты такой из реальности. И какая-то такая вот история, когда больше преобладает женская энергия в ситуации, чем мужской. Вот, это первая карта. И это, где ты сейчас находишься, то есть, как бы, какое твое сейчас положение. Дальше у нас идёт вторая карта. И она никуда не падает. Вторая карта – это тёмная лошадка. Это то, что тянет в одном направлении и уводит, как бы, от желаемой цели. Отвлекает. То есть, это то, чего нам стоило бы избегать. Почему-то нас это не приближает к желаемому. И карта у нас десятка мечей. Ты можешь смотреть на карты и сама делать изначально свои ассоциации с этой картой. То есть, они в любом случае у тебя будут вызывать какие-то ощущения, эмоции. И это будет даже, скорее, важнее, чем трактовка карты, потому что это будет связано с конкретными, ну, там, не знаю, ситуациями, положениями и твоими ощущениями. Вот. Десятка мечей. Ну, эта карта не самая позитивная. Она, как бы, в таком стрессовом, что ли, положении. Ну, чувак, вот, как бы, весь в мечах. Но он смотрит на подымающийся рассвет. Вот. Возможно, это переход на какой-то новый уровень твой через определённый кризис. То есть, сначала будет какая-то боль, опустошение. То есть, будет тяжело. Вот. Но дальше мы видим рассвет. Вот. Главное, не поддаваться вот на этот стресс, который может, типа, происходить. И это, по сути, та самая тёмная лошадка, которая, возможно, сейчас происходит. Это также связано... Карта связана, там, с увольнениями, какими-то... Когда ты чувствуешь себя выжатым лимоном и так далее. Вот. Какими-то непредвиденными обстоятельствами. Возможно, это какая-то история, которая ещё тянется с тобой из, вот, там, твоего прошлого места, например. И тебе кажется... Ну, то есть, ещё вот это состояние остаточное, оно может сохраняться. Вот. То есть, здесь нужно разделить мнимые ценности и твои истинные ценности. То есть, не цепляться за то, что для тебя не важно. И, ну, как бы, не быть сентиментальным, оглядываясь назад. Мы очень часто это делаем. Я вчера тоже об этом писала. Важно, короче, учиться сжигать за собой мосты. Вот, что эта карта говорит. И видеть, и понимать, что вот там зияет рассвет, который несёт за собой какие-то новые истории. Так. Где-то, наверное, приснится сюда. Ты сюда, ты сюда. Третья карта. Лёгкий конь. А лёгкий конь тянет вас в другом направлении от тёмной лошадки. И это то, на чём нам желательно бы как раз-таки сконцентрироваться, что ведёт нас к желаемой цели. И у нас тут семёрочка Пентаклей, что само по себе очень неплохо и очень, как бы, символично. Потому что Пентакли у нас про всё материальное. Вот, про богатство, про некий рост. Вот, то есть, как бы, беря вот тёмную лошадку, мы от вот этого состояния переходим вот в это состояние. И нам на нём стоит концентрироваться. Вот, и она в то же время говорит о том, что мы должны быть терпеливыми. То есть, труд будет вознаграждён достойной оплатой. И нужно не переживать за то, что усилия там могут оказаться какими-то напрасными. И если даже возникает какое-то такое предчувствие, то оно, скорее всего, будет ложным. Вот. Если, допустим, работа какая-то была выполнена, а результатов этой работы нет, то нужно что-то подкорректировать, либо сделать по этой, по этой задаче что-то дополнительно. То есть, эта карта, она прям про труд, про такую рутину какую-то, но которая всегда будет вознаграждена. Вот. То есть, вот, как бы, когда ты что-то делаешь, но сомневаешься. Импульсивно не следует принимать важные какие-то решения. Лучше взвесить и обдумать, продумать все точки входа, допустим, да, в какую-то ситуацию и двигаться дальше с полной уверенностью в том, что ты придёшь в эту точку, в которой ты идёшь. Так, что там дальше у нас? Дальше у нас следующий шаг. Карта, которая нам показывает на то, в чём мы должны сконцентрироваться в краткосрочной перспективе, над чем следует поработать дальше, но именно вот как следующий шаг. Ну, ты сегодня просто повелительница Пентакли. Всё говорит про материальное, про блага, и это хорошо, потому что в данном вопросе мы как раз именно этого и хотим. Что у нас там? Четвёрка у нас Пентакли. А здесь у нас речь о... Ну, у нас тут такой чел, который сидит, держит Пентакли. Он как бы такой, типа, алчный такой накопитель. Вот, но если это наш следующий шаг, да, то это как какая-то вот практичность, что ли, деловая такая хватка, когда мы умеем держать своё слово, но и в то же время мы придерживаемся норм, правил поведения, закона, опять же. И тут тоже можно сказать, что это про тщательность, обдумывание своих действий, шагов, нужно составлять пошаговый план, такой тайм-менеджмент, а потом уже как бы браться за реализацию, и если всё будет так, то как бы успех обеспечен. Вот, нужно отстаивать своё мнение, защищать интересы, но не быть агрессором и вот таким алчным чуваком, который прям хапает-хапает-хапает, но потом это создаёт некий дисбаланс между, ну, и в энергиях, и в целом, и в самой ситуации. Так, дальше у нас карта препятствия. Это то, что мешает на пути, что-то, что нужно будет преодолеть, или какие-то возможные трудности, которые могут на этом пути появиться. Так, тут у нас двоечка жезлов, а жезлы, они у нас отвечают за нашу волю, за нашу мотивацию, за нашу силу, и что такое за действие. Ну, если бы мы про астрологию говорили, то это был бы Марс за активность. И вот эта карта, плохо, возможно, видно, но там чувак держит, в общем, типа, землю у себя на руке. Вот, и это как бы символизирует нашу возможность бороться за себя, за свои идеи, за какие-то начинания, даже если, ну, то есть понимая, что возможен риск. Вот, может также проявляться какая-то импульсивность, безрассудство, возможно, это вот тоже по энергии Марса. Вот, ну, то есть тут важно не упадать вот в это состояние, когда мы не рассуждаем, не раздумываем, нам нужно всё супер незамедлительно и сразу. Потому что вот эту вспыльчивость человек может, ну, демонстрировать окружающему, и это будет влиять на всю ситуацию в целом. Вот, но в то же время она, как бы, как ты, говорит, что у тебя будет вот эта сила внутренняя и мотивация, чтобы справиться с препятствиями, которые у тебя будут возникать на пути, они всегда будут возникать. У тебя много идей, каких-то амбиций, то есть ты такой двигатель прогресса своего личного. Вот, и, но проявлять себя любыми способами, да, в том числе и не самыми, как сказать, экологичными, тоже не надо, и на это нужно обращать внимание. То есть даже иногда, если, допустим, какая-то сложная ситуация происходит, и там, например, что-то нужно суперсрочно предпринимать, иногда нужно занять нейтральную позицию, чтобы не сделать каких-то поспешных выводов из ситуации и не навредить самому себе впоследствии. Так, и последняя карта – это пункт назначения, к чему это все приведет, и как вообще будет, ну, может и будет выглядеть твой пункт назначения в данном вопросе. Так, у нас здесь девяточка Жезлов. Девяточка Жезлов говорит нам о том, что... Он тоже про отстаивание интересов, но через какую-то борьбу, возможно, вот страхи перед неизвестным, он вот так косится на всю эту историю, у которой забор вокруг него стоит, вот, но с ощущением какого-то приближающегося успеха, но страх и опасения перед неизвестным. Вот, возможно, это будет после каких-то непростых времен, когда там, допустим, достигаешь успеха, нелегким упорным трудом, вот, вот, но ты выдержала их, как бы, стойко, тебя эти истории закалили, и теперь ты уже, как бы, можешь не бояться ничего, вот. А, еще, кстати, эта карта говорит о том, что не нужно много говорить о себе, вот, лучше сохранять какую-то серединку, вот. И о своих планах, да, чем меньше кто-то знает, тем в данном случае может быть лучше, вот. Еще нужно обратить внимание, что, возможно, рядом будет находиться какой-то человек, который дает действительно полезные советы, и к ним стоит прислушаться, вот, и сделать из них еще какие-то выводы. Вот такая вот история. Вот такая история. Вот и все, в целом вот такой расклад. Вот, что можно сказать? Здесь, конечно, преобладает в целом раскладе, преобладает энергия материальных благ, накоплений и всего такого, и воли. То есть, собственно, в принципе, та энергия, которую ты привезла с собой, ты готова, как бы, что-то делать, вкладываться, да, там, в свое будущее и двигаться, там, по какому-то намеченному пути. Вот, у тебя есть, в принципе, к этому все предпосылки, и они вполне себе реальны и осуществлены. Вот такая колесница. Как классно! Все совпало. Мне нравится. Да. Я прям слушаю, да. Очень много каких-то вещей, которые, ну да, действительно направляют. Угу. Спасибо. Это всегда очень классно. Пожалуйста, спасибо, что пришла. Вот такие вот дела. Ну что, Лизуш? Какой запрос? Я могу, может быть, так, формулировать вопрос, что мне хотят сказать хранители. Что тебе хотят что сказать? Хранители? Хранители, да. На данный момент. Или нужно что-то более материальное. Давай, по верховной жрице тогда можно сделать. Это как раз получение подсказок из бессознательного. Давай. Сейчас мы ее найдем. Так, ну вот твоя жрица, ты видела ее, я. Так, да. Жрица учит дурака прислушиваться к шепоту бессознательного. Вот. Ну, как бы, оно упрямое в каком-то смысле. Оно не слышит волевых вот этих, ну, призывов воли, намерений. И нужно учиться открываться этим посланием. Это основная задача верховной жрицы. Научить дурака быть открытым. Вот. И как эти дары из бессознательного привнести к сознательному пониманию. Вот. Иначе будут иллюзии, какая-то заблокированная интуиция, безумие там и так далее. Вот. Не хотелось бы. Все мы знаем, что немного безумные. О, это да. Так. Первая карта. Это у нас тайна. Ну, опять-таки, вот двойка жезлов. Двойка жезлов, как я уже говорила до этого, она у нас про человека целеустремленного, который движется, который понимает твою цель. Она у него как бы четко сформирована. Вот. Но так как это в связи с значением карты тайна, да, что сейчас неясно, что должно быть открыто или там, что еще находится во тьме, вот, или типа того, возможно, это как раз и свидетельствует о том, что нужно сформировать цель. То есть ты готова, чтобы ты поняла, за что ты борешься, какие идеи и начинания, да, у тебя, вот. И не поддаваться вот, ну, на какие-то внешние раздражители, потому что они могут управлять тобой больше, чем ты сама собой. Вот. Не делать ни на необдуманных поступков, то есть хорошо действовать смело и прямо, да, но необдуманно не стоит. Вот, возможно, это про это. Дальше у нас карта. Карта избегания. Это то, что ты игнорируешь, каких сообщений избегаешь, каким там, не знаю, посланием тебе нужно прислушаться и так далее. Ну, то есть вот такое. Троечка пентаклей у нас лезься. Избегаешь чего-то в материи. Это никогда не закончится у меня, мне кажется. Мне кажется, это просто, да, вечная история. Ну, вообще, это про помощь, про какую-то уверенность даже, ну, то, что тут, видишь, один чел стоит, и он, ну, словно проливает свет на другой, на какой-то, ну, как бы, какой-то вопрос у других людей. Вот. Она также, эта карта говорит про эволюцию в целом. То есть, как бы, это цель. На что мне сейчас нужно обратить внимание, да, правильно ли? Это у нас карта, это что ты игнорируешь, каких сообщений избегаешь. Вот. То есть, ну, вообще, эта карта, она отрицает и мгновенный успех, и застой. И, как бы, предполагает пользоваться каким-то, там, трудолюбием, настойчивостью, дисциплинированностью и как лучшими средствами для достижения цели. Вот. И не отталкивать возможных помощников, покровителей, потому что эта цель, возможно, не будет достигнута, если усилия будут только со стороны одного человека. Вот. То есть, как бы, предостережение от некой такой самонадеянности, наверное. Ага. Вот. Но и не концентрироваться, не циклиться только на высоких материях, а пренебрегая какими-то важными делами. Вот. Можно хорошо делать любое дело. Ну, вот, типа вот об этом. Понятно. Так. Дальше у нас бессознательный страх. Что мешает тебе увидеть то, что ты должна увидеть, и что стоит на пути с интеграцией. Шестерочка Пентакли. Опять привет. Это тоже про материальную энергию. Ну, тут вот видишь, как бы такой, типа, человек, он как будто бы жертвует что-то другим. Вот такой вот весь, типа, власть имущий и так далее. Вот. Но он также может говорить о гордости какой-то самовлюбленности, про человека, который берет на себя слишком много. Он как бы может считать себя владыкой, но его власть, например, будет не так уж велика. Вот. Возможно, даже мошенник какой-то такой. Но в то же время эту карту можно расценить как призыв к благотворительности. Вот. Нужно быть внимательным при выборе наставника, потому что иногда этот фактор оказывается, ну, важнейшим, да, потом в конце задачи. Вот. Если это про получение каких-то денег больших, то ее лучше отложить на важное какое-то событие в будущем. Вот. Ну, и в то же время действовать смело, потому что эта карта, как бы, она такая дающая, а не принимающая. Вот. Если, допустим, там с кем-то испорчено отношение, то лучше их восстановить, например, наладить. Это может случиться так, что именно конкретно с этим человеком, с которым сейчас какие-то недомовки, он может как-то повлиять на дальнейшую ситуацию в целом. Это тоже с аспекта благотворительности некой. Идивительно. Осознанное желание. Это то, как ты себе представляешь наилучший возможный результат. Как бы ты хотела, чтобы в итоге получилось в этой ситуации. Та-дам! Колесница. Прикол. Вообще прикол. Как ты? Ты так хотела? Ну, видимо. Ну, как мы уже знаем, колесница у нас про что? Она учит дурака последовательно. Что не всё и сразу? Нет! Это как бы способность к преодолению препятствий. Вообще это хорошо. То есть почему? Ты хочешь получить способность преодолевать препятствия. В принципе, да. Ну, мне кажется, что это подходит. То есть это как... Ну, я хочу тебе сказать, что это прям конкретный запрос, который у меня в последние две недели стоит. Ну и по сути, как бы колесница, она даёт эту возможность. Она даёт, ну, может дать заметный скачок вперёд, если, типа, двигаться, вот. Так что, ну, в целом эта карта обычно выпадает людям, которые реально как бы стремятся к какому-то поиску себя, там, я не знаю, чему-то новому, вот. Ну, такая оптимистичная достаточно, кажется, история. Так, дальше работа. Что необходимо сделать, чтобы помочь интегрировать эти послания? Работа у нас по карте. Ну, ты сегодня мать! Собрала все бабосы. Двойка Пентакли. Все бабосы вселенной у тебя сегодня. Так, двойка Пентакли — это про, ну, некую хаотичность одновременно, да? Вот у него это знак бесконечности такой. Это как, типа, можно хвататься за несколько дней дел одновременно, да? И, ну, как минимум их не доделывать, а как максимум там что-то ещё, да, будет происходить. Вот. Но в то же время это про некую динамику, про движение вперёд, вот, и про акцент на том, можешь ли ты быть гибкой и объективной в сложных ситуациях. Вот. Как бы как приспосабливаться к противоречиям, с которыми ты будешь сталкиваться, и, возможно, тебе понадобится эта хитрость, находчивость, там, не знаю, навыки какие-то, чтобы ты сама выглядела там для себя условно как-то достойно, да, достойного уровня, и дела находились в таком же уровне. Ну, вот что-то про вот это. Дальше у нас карта высшая мудрость. Это каким знанием или, там, советом ты обладаешь сейчас, когда интегрируешь это бессознательное послание с сознательной мыслью, и каковы будут следующие шаги. Поняла? Угу. Что-то на высшем. Ну, как бы, меланхолия, печаль, понятно, да, какая-то, возможно, скорбь об утраченном. Оказаться, что твои мечты не осуществились, да, хотя ты, там, рассчитывала на них очень сильно. Возможно, это, да, разлука с кем-то, я не знаю, там, могут появиться разрушительные эмоции, там, депрессии, там, гнев и так далее. Вот. Ты сама пожелаешь, что ты в состоянии будешь с ними справиться, вот, не погружаясь глубоко вот в эту историю. Вот. И помнить, что у каждой палки два конца, и два кубка все еще стоят, они падают. Вот. И не пропускать что-то важное, вот, погружаясь на эту, типа, лютую глубину, которая может, типа, нахлынуть. Но вообще для высшего, понимая, ну, как-то, да, у нас же сейчас карта что? Высшая мудрость, да? И вот для этой карты, ну, в принципе, это нормально, потому что любые какие-то трансформирующие состояния, они всегда идут через вот такое вот, типа... Ну, да. Ну-тое нечто. Вот. Ну, а в целом карта... Ой, карта, говорю. Расплат норм. Такой весьма... Весьма материально заряжающий. Так что... Бьющий по щам в который раз. Ну, ты-то знаешь. Я тебя благодарю. Да, я знаю свои слабые места. Не убежишь от этого. Это да. Теперь хотя бы понимаю примерно, про что это и о чём. В таком направлении. Ну, значит, всё правильно, по сути. Потому что я чувствую теперь коды и немножко подколбашивает. И про то, что нужно в материи тоже всё делать хорошо, не забивать на это. А у меня опять появились мысли-то. Ну, может быть, оплатить обучение какое-нибудь там, типа, по динамическим медитациям. Чём мне этот пиар? И сразу, видишь, меня отфутболивает. Спасибо. Спасибо.